Это проект «Смотри Хабаровск» в студии Дмитрия Павленко. Хабаровск – город, где хочется жить. Социальный форум с таким названием впервые прошел в краевой столице. Доступная среда, инклюзивное образование, развитие спорта, здравоохранения и творчества. Участники говорили о разном. О чем же договорились и какие решения были приняты на площадках мероприятия, об этом нам расскажут Ольга Мельчакова, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам, и Дмитрий Коломинцев, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей с инвалидностью. Дмитрий, Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, слушайте, действительно, первый форум, первый городской социальный. Здесь в целом вот так. Всегда, когда что-то случается впервые, интересно узнать, как же так случилось, почему, зачем, откуда, как пришла идея, расскажите. В Хабаровске уже много времени работает в социальной сфере инновационно, но не было презентации этого замечательного опыта. И Сергей Анатольевич, наш мэр города, сказал, что не пора ли нам представить все те инновации, которые существуют в городе Хабаровске. Конечно, в рамках подготовки к юбилею города Хабаровска было принято решение о проведении первого социального форума в городе Хабаровске, который и представит все инновационные площадки в рамках, как вы и правильно сказали, отрасли социальной культуры, физкультуры, образования. Ну, естественно, взаимодействие с некоммерческими организациями. Слушайте, ну у нас же при этом проходят каждый год муниципальные этапы гражданского форума, краевого, ну то есть и какие-то гражданские форумы в рамках. То есть не тоже ли это самое? Идея социального форума – это день открытых дверей отраслей социальной сферы. Гражданский форум – это гражданское общество, собирается для обсуждения неких проблем. Мы взяли исключительно социальную сферу, потому что нам есть чем поделиться. Б. Мы пригласили экспертов из Российской Федерации, которые посмотрели, как работает отрасль социальной сферы города Хабаровска и дали нам высокую оценку. Это очень важно. Не только заявлять, что мы инновационные, но и получить подтверждение, что да, вы уникальны. Об этом, да, об успехах, за которыми, я так понимаю, следят издалека и приезжают со всей стороны посмотреть, как у нас тут происходит. Об этом мы отдельно еще поговорим. Дмитрий, первый социальный форум, да, вот я уже сказал. Можете подробнее как-то объяснить, в чем разница между гражданским форумом этим и, собственно, как вообще так случилось, что мы его провели? Вообще, я бы сказал, что сама идея и в итоге произведенный форум, он уникален. И его самая уникальность, в отличие от гражданского форума. Гражданский форум, ну, в нашем понимании, это реализация гражданских инициатив, поднятие проблем именно общества, которые есть. А в рамках форума, который провели совместно с администрацией при поддержке нашего уважаемого мэра Сергея Анатольевича, это, знаете, именно показать не только отдельно секторы, не коммерческий, государственный, а показать, как мы в том числе работаем вместе. И это так и получилось. Каждая практически площадка презентовалась деятельностью, как в основе учреждений города Хабаровска, во взаимодействии с краевыми органами власти и некоммерческими организациями, которые позволяют еще более улучшить, усовершенствовать, именно направить со стороны общественности эту деятельность. То есть это своего рода такое, ну, не ВДНХ, но экспо социальных практик? Да. Слушайте, при этом, тоже когда смотрел, и наши журналисты там работали, общались с людьми, с теми, кто приехал. Кстати, да, приехали-то откуда? Да, давайте с этого начнем. Не только Хабаровск и не только Дальний Восток. Откуда? Сколько людей-то вообще было? У нас зарегистрировалось на форуме 189 участников с других городов Российской Федерации. 100% Хабаровский край, 100% ДФО, ну и западная часть – это Санкт-Петербург, Москва, Псков, Улан-Удэ, Краснодар, Белгород к нам приехал. Вот именно приехали эксперты, представители разных отраслей. Зачем так далеко ехать сюда, в Хабаровск? Ну, то есть, неужто там нет таких подобных каких-то форумов? Вы знаете, на круглом столе эксперты как раз западной части сказали о том, что они предполагали, что будет интересно, но были удивлены, что было настолько полезно и эксклюзивно. Вот вы как организаторы этого мероприятия, расскажите. Сейчас скажу одну фразу, не могу ее не сказать. Когда у нас шло пленарное заседание, и мы представляли для более чем 500 человек, находящихся в ГДК, опыт работы социальной сферы города Хабаровска, на круглом столе, эксперт из Санкт-Петербурга спрашивает у коллеги, которую он знал, она сидела в зале, она спросила, скажи, пожалуйста, а все, что они рассказывают здесь, это правда? И получив одобрение, говорит, стопроцентное, правда. Это относительно того, что делается в социальной сфере, относительно центров по работе с населением муниципальных. А что, давайте подробнее, вот приехали с запада люди, там, с дальнего востока, там, из других уголков Хабаровского края, вот приехали, и здесь, как бы, Хабаровск презентует. Ребят, смотрите, а мы вот в этих направлениях работаем раз, два, три. Вы знаете, может быть, какие-то ключевые вещи, которые, и какие-то практики, которых, может быть, нет даже на западе, или не так распространено. Чем можем гордиться? Мы можем гордиться муниципальными центрами по работе с населением. В чем так особенности? Таких муниципальных центров по работе с населением в ДФО точно нет, но и на западе в том числе. А чем они уникальны? Рассказываю, чем они уникальны. Во-первых, это добрая воля города Хабаровска эти муниципальные центры открытия содержать. А в остальных городах? А в остальных городах нет таких центров, потому что это все перешло на уровень региональный, И, в принципе, муниципалитет может спокойно себе сидеть и ничего не делать в этом направлении. И некоторые, я так понимаю, многие так этим и пользуются, да, возможности? Ну, раз полномочия перешли, то добрая воля перестала быть. Теперь об уникальности наших центров. Значит, центры по работе с населением. Это комплекс услуг для социально незащищенного населения города Хабаровска. Это дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении. Это наши замечательные граждане серебряного возраста. Это в последнее время оказание помощи и поддержки семьям, чьи мужья участвуют в специальной военной операции. Это оказание семейных выходных, когда вы можете прийти, оставить ребенка на три часа и пойти позаниматься своими. Это психологи, это консультации юристов. Это бесплатно для населения. Я ловлю мысль. Ну, как бы, вот вы сейчас это говорите, а для меня это как, ну, само собой разумеющееся. Ну, то есть, ну, да, социально. Я и думал, честно, искренне думал, что оно везде так. Про соборохоборовчане. Что, да, про соборохоборовчане, что ли. Совершенно верно. Да, при этом, кстати, вот в рамках форума тоже, я так понимаю, по поводу социальных центров по работе с населением Сергей Анатольевич заявление сделал, что у нас еще один появится. Да, совершенно верно. У нас появится центр по работе с населением в поселке Горького, потому что большой микрорайон города и там очень сильная у нас ветеранская организация. А своего центра, который бы организовывал деятельность ветеранов, и не только ветеранов, там большое количество детей, которые нуждаются в бесплатном посещении кружков, организации деятельности, оказании им помощи. Ну, срок до конца года реальный? Срок до конца года реальный. Мы уже присмотрели помещение. Наша задача выполнить ремонт в этом помещении и открыть. А специалисты тоже, кстати, это же тоже важная вещь, да, кадровое обеспечение вообще всех, ну, вот этого направления, тоже все это есть, все люди, все... Центры практически у нас укомплектованы кадрами, у нас нет текучки, потому что работа с людьми, если ты любишь эту работу, она приносит тебе удовольствие. Ну, и плюс я хочу сказать, что наши центры по работе с населением, они не только получают средства муниципалитета, они сами достаточно успешно зарабатывают на дополнительных услугах. И участвуют в грантах, и все это так же все это, да. Да, в грантах привлекая, да, предоставляя услуги социальные, которые не входят в деятельность центра. Дмитрий, с вашей точки зрения, зачем люди, вот кроме того, чтобы узнать, как работают центры по работе с населением муниципальные, зачем еще приезжали? Чем, собственно, другие участники некоммерческого сектора, наши местные, могли и, может быть, удивили? Ну, смотрите, в числе экспертов, которые приезжали, гости к нам, это были и представители Санкт-Петербургского института раннего вмешательства, который является координатором ранней помощи в Российской Федерации, в системе Министерства труда Российской Федерации, представители палитивной помощи с Белгорода, участники федеральных экспертных сообществ, и Федерального ресурсного центра помощи детям с тяжелыми нарушениями в развитии, которым интересно в рамках их вообще федеральной деятельности, как развивается данная помощь, выстроена на всей территории страны. Конечно, они отозвались приехать в Хабаровск. Чтобы вас смотреть. Конечно, потому что Хабаровск, это, на самом деле, как бы мы сейчас там, кто не говорил, это центр Дальнего Востока. И он, куда бы ни перемещался официально, ну, ходят слухи, чтобы куда-то якобы он ушел. Не будем им потворствовать. Это центр Дальнего Востока, как бы официально, кто не говорил, это центр. И мы взаимодействуем давно. До этого эксперты приезжали значительное время назад, смотрели подобные практики. И сейчас, когда они приехали, они, конечно, были не удивлены, я бы сказал так, ну, возможно, поражены. В первую очередь, в первую очередь, что они отмечают, насколько выстроен диалог родительского сообщества, органов власти, всех уровней, начиная с администрации города, как базового, кто стоит на земле, с включенностью региональных органов власти и взаимодействию с федеральным экспертным сообществом. Выстроена помощь... В чем секрет? Объясните тогда. Хорошо, вот даже вот в рамках этого примера. А в людях, наверное. А? В людях. Ну, то есть, почему у нас... У нас, давайте так, да, наверное, есть проблемы и какие-то такие точки роста, это все мы обсудим, да, но, ну, то есть, приезжают люди, которые, по идее, это курируют, да, во всей стране, которые могут сравнить и говорят, блин, в Хабаровске у вас классно. И это не единственная же практика, да, ну, и вот эти две, как минимум. Ну, мы же только про центр рассказали, а нам есть еще, да, нам еще есть что рассказать. Ну, что люди, как, что просто, ну, и понять, что ты не восточники, а хабаровчане в частности, супер молодцы. Ну, как, как, почему, в чем секрет? И вот мы оцениваем, почему это так происходит, очень легко и просто. Потому что мы живем, ну, реально, мы живем на форпосте. Мы здесь должны действовать объединенно. Это у нас, вот мы считаем, это у нас в крови. Помочь здесь, в первую очередь, мы можем друг другу сами. Мы не можем постоянно, как говорится, у кого-то этой помощи просить. Мы можем ею делиться, и делиться можем, объединяясь. И эта история, на самом деле, не здесь и сейчас, она строилась давно, по крайней мере, в соединении с некоммерческим, родительским сообществом. Это история 30-летняя, понимаете, 30-летнее становление, которое прошло разные этапы. И сейчас она на хорошем пике находится. Вот, и мы объединены. Нас прекрасно, я вот со стороны общественного говорю, что нас прекрасно слышат органы власти. Мы на прямой связи с Сергеем Анатольевичем. И это восхитительно, потому что мы можем всегда обсудить любой вопрос, который касается реальной проблемы людей. И позиция руководства города, она, как говорится, клиентоцентрична. То есть нужно помочь человеку, и там не обсуждается, можем либо не можем. Мы помогаем. И все, и помогаем совместно. Мы себя тоже, как общественность, не снимаем ответственности. Наша задача максимально помочь привлечь ресурсы, но не строить отдельную вселенную, что, к сожалению, случается в других регионах. Вы знаете, когда государственный сектор живет отдельно. Конфликтуют еще при этом, да? Некоммерческий живет отдельно, коммерческий живет отдельно. А мы стараемся совместно строить одну вселенную, одну помощь, чтобы она была разноплановая. Слушайте, интересная, кстати, мысль. Потому что такая историческая удаленность заставляла когда-то здесь людей просто не сможешь за пять минут чего-то откуда-то привезти. Надо здесь кооперировать. Но прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, после вернемся, не переключайтесь. Это проект «Смотри Хабаровск». Спасибо, что остаетесь с нами. Сегодня подводим итоги первого социального городского форума «Хабаровск. Город, где хочется жить». Так, ну люди, которые приезжали, они же не только приезжали посмотреть, восхищаться. Наверное, какой-то опыт привезли свой, который было бы неплохо перенять. Вот какие-то тезисы, моменты, идеи подхватили, что, может быть, тоже можно, нужно внедрить. Можно еще об уникальном опыте «Хабаровска» скажу? Не, ну вы уникал. Ну, конечно. То есть мы перейдем еще в спортивную направленность. У нас же был не только форум, касающийся образования, но и спорт. Так вот, наши инструкторы-методисты, наше муниципальное учреждение «Хабаровск спортивный» – это тоже уникальное учреждение, которые работают на дворовых спортивных площадках. У нас 43 инструктора-методиста, которые приходят во двор и организуют спортивную жизнь детей. Такое тоже не везде, вы хотите сказать, что ли? Совершенно верно. Именно концентрировано, муниципально направлено совершенно не везде. И это тоже наше ноу-хау, потому что есть спортивные школы, в которых приходят, занимаются спортом. Но мы же говорим о здоровом образе жизни, мы говорим о том, что, чтобы стать спортсменом, сначала надо попробовать себя здесь, во дворе. Да и, в принципе, физическая активность, не все для спорта высоких достижений. Конечно, и сама по себе история развиваться не будет, если не будет специально обученных людей, которые эту историю организуют. Так вот, в Хабаровске есть тоже уникальное учреждение, МАУ «Спортивный» называется, который работает во дворах, который работает с детьми-инвалидами, здесь добавит у нас Дмитрий. И опять же, в Хабаровском крае, когда мы заговорили об адаптивной физкультуре, первыми, кто ввел ставки в Хабаровском крае, эти, был город Хабаровск. Ну, естественно, столичный статус еще обязывает быть флагманом во многом. Дмитрий, про адаптивную физкультуру добавить немножко? Однозначно добавлю, потому что на самом деле вопрос системного развития адаптивного спорта, адаптивной физической культуры, он довольно остро стоит на территории страны, что не только спорт высших достижений, а просто доступная физическая культура и массовый спорт, они должны быть для каждого человека с ограниченной возможностью здоровья вне зависимости от возраста. И прошли изменения в федеральном законе несколько лет назад, когда муниципалитет имеет право на себя возложить данные полномочия. И первым у нас в крае отозвался город Хабаровск, который уже вот с этого года эффективно развивает, я вам больше хочу сказать, и не только с детьми. В городе Хабаровске в секциях занимаются люди с инвалидностью от, скажем, нуля, ну, нуля это, наверное, слишком, от доступного ребенку возраста занятий физической культурой до старшего возраста. Недавно записался, вот звонила опекун недееспособного мужчины, 54 года, он, у него серьезные нарушения, он записался на тэквондо для людей с нарушением интеллекта в Хабаровске спортивных. Ходит, занимается, я хочу вам сказать, что вот как тоже представитель федерации данного направления, а может быть, есть же ветеранские такие соревнования всероссийские, и у него есть шанс поехать на них. И это благодаря тому, что город откликнулся, и система заработала. То есть просто вот условно этот лифт, да, что ты же потом можешь принимать участие в этом движении, да, по стране, где там, дай бог, вернется здравый смысл в мир и как бы международные отношения и так далее и тому подобное. И город дает этот лифт, вот этот вот искру. А вот эксперты, которые приехали именно в этом направлении, предложили в резолюцию следующую, что, уважаемый город Хабаровска, не хотите ли вы через несколько лет провести всероссийские соревнования для людей с интеллектуальными нарушениями? Мы это включили в резолюцию, будем думать над этим, как же нам поработать. Потому что если бы они не увидели систему и подготовленную почву, то таких бы предложений, конечно, бы не звучало. Давайте все-таки вернемся. Какой опыт из других регионов, может быть, тоже стоит нам перенять? Или такого нет? И мы, собственно, законодатели моды в этом направлении. Мы, конечно, законодатели моды, потому что еще об одном направлении скажу. Мы все говорим об инклюзивном образовании. Так вот, Хабаровс тоже один из первых стал открывать ресурсные классы в образовательном учреждении. Это, конечно, федеральный заказ, мы должны это делать. Но мы же тоже понимаем, нельзя просто привезти ребенка с особенностями развития и посадить в общеобразовательный класс. Есть требования по усвоению программ. Так вот, у нас в 47-й школе работает ресурсный класс для детей с нарушениями развития. И это тоже был уникальный опыт, который представлен на площадке. И, учитывая потребность, с 1 сентября в лицее «Звездном» мы открываем дополнительный ресурсный класс для детей с нарушением интеллектуального развития, для аутистического спектра. И вот здесь, конечно, нам есть еще, какие технологии принимать и каким образом совершенствовать нашу деятельность. Ну вот тоже здесь Дмитрий добавит в данной части. Была отдельная площадка совместно с управлением образования города, инклюзивное образование, где рассмотрели разные практики в городе Хабаровске. Их презентовали на базе школы успеха нашего города. Как дети учатся инклюзивно, когда они просто находятся в классе, как они учатся в ресурсном классе. И ресурсная модель, хочется сразу добавить, она удобна чем? И мы хотели бы ее развитию, как родители, и помогая. Потому что ресурсный класс – это модель, позволяющая комфортно, о чем сейчас сказала Ольга Николаевна, интегрировать ребенка в рамках его возможностей в общеобразовательную среду. То есть там… Здесь речь именно об инклюзии, да? Не так, что ты отдельно и все, и ты должен войти. Нет, это инклюзия. Ресурсный класс позволяет ребенку в силу своих особенностей находиться в школе, находиться в классе и с обычными детьми, но когда ему необходим индивидуальный подход, находиться в ресурсной зоне либо классе. Это хороший инновационный опыт страны, который Хабаровск один из первых принял на себя. При этом, хочу сразу сказать, что специальное образование, коррекционное образование, оно тоже важно и нужно, и оно было рассмотрено. Потому что, во-первых, должно быть право выбора, и оно есть. То есть родители вместе с ребенком на основании его, как бы сказать, состояния и вот тоже пожелания и волеизъявления принимают решение, как он будет обучаться. И есть дети, которые родители выбирают, и это правильно, специальное образование. Либо в специальном классе коррекционном, которые у нас открыты и открываются по потребности в городе. Либо есть школы, реализующие такие адаптированные программы, но они краевые, они находятся на территории города. Они также поделились опытом. Идет плотное взаимодействие, обмен опыта между муниципальными, краевыми учреждениями. Мы, как коммерческие организации, стараемся участвовать в этом, проектами, чтобы опыт, знаете, он был один. И ребенок реально, в зависимости от своих нарушений, нашел именно ту свою полочку, где он может максимально развиться, максимально реализоваться, быть успешным и в дальнейшем быть максимально интегрированным наше общество. Слушайте, много площадок действительно было, и творчество, и спорт, и все-все-все. К сожалению, все мы обсудить не сможем, но я думаю, в другой раз. Буквально по 30 секунд. Как считаете, насколько по десятибальной шкале форум успешный, и планируется ли сделать его ежегодно? Можно, Николай, давайте с вас. Форум был успешным по десятибальной шкале. На 11. Почему? Скажу. Потому что он превратился из городского форума фактически на форум, можно сказать, дальневосточный. Да всероссийский уже не поучастник. Ну, с привлечением всероссийских экспертов. Мы рассчитывали на успех, но что будет настолько успешно, даже сами предположить не могли. Соответственно, планируется ли повторить такой успех? Естественно. Было большое количество от участников форума, потому что мы такую цель не ставили. Будем ли мы делать еще такой социальный форум в городе Хабаровске? Было огромное количество запросов и вопросов, будет ли. И вот в резолюции мы приняли решение, что один раз в три года мы такой социальный форум в городе Хабаровске будем проводить, потому что мы тогда сможем увидеть точки роста. То есть мы сейчас взяли, да, у нас есть предложение, куда нам нужно развиваться, вот еще там у нас Дмитрий скажет, да, по резолюции пути развития определены. И мы понимаем, что через два года мы сможем увидеть, вот наша точка роста мы здесь сейчас, мы выявили определенные зоны, в которых нам нужно расти, мы реально понимаем, нет предела совершенства. Естественно. Это моя любимая фраза. Поэтому раз в три года форум социальный Хабаровск, город, где хочется жить, а дальше я хочу сказать, что еще добавили люди, Хабаровск, где хочется жить, учиться и работать. Вот, прекрасно. Дмитрий, буквально, да, 30 секунд, насколько успешен по десятибалльной? Да. Ограничите ли вы 11 или все-таки там где-то больше можно? Знаете, он однозначно успешен, но нет предела совершенства. Я скажу, что он на 9 баллов. А так? Потому что в следующий раз принято решение его проводить раз в три года, чтобы подвести итоги, чтобы следующий форум, наверное, начинался с рассмотрения резолюции и выполненных, так сказать, обещаний и поручений, которые были даны. Вот. Мы всегда будем стремиться вот к этой десятке. Но она недостижима, потому что мы всегда живем в рамках развития. И всегда есть к чему еще нам стремиться. Это тут один балл на шаг вперед. Конечно, это один балл на шаг вперед. На шаг вперед то, что есть рекомендации, которые нужно сделать. И они абсолютно разноплановые. Важно отметить, что форум затронул и социальную сферу, где и принимали участие представители бизнеса. Была целая площадка «Выбирай свое» в рамках федерального проекта, где представители производителей, бизнеса рассказали о своих социальных проектах, вообще о развитии данного направления в Хабаровске, вот как они живут, развиваются. Они признали, что нельзя разделить социальную от экономической, экономическую социальную. Это все взаимосвязано. Мы должны вместе строить реально комфортную жизнь. Ну что ж, спасибо вам огромное. Действительно, рад услышать, что, ну, может быть, пока не ежегодные, хотя, ну, поживем, увидим, да, но как минимум, инициатива, которая будет иметь продолжение, это не может не радовать. Тем более, что форум был приурочен, да, к юбилею, к 165-летию нашего города, отличный подарок. Ну и, собственно, что в том числе подтвердили. Очень много комплиментов было произнесено, да, в частности, от западных коллег. Спасибо вам огромное. Друзья, напомню, сегодня говорили мы о форуме «Город, Хабаровск, город, где хочется жить». Говорили с заместителем мэра Хабаровска по социальным вопросам Ольгой Мельчаковой и председателем регионального отделения Всероссийской организации родителей детей с инвалидностью Дмитрием Коломинцевым. Спасибо большое. Удачи, успехов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!